МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в эфире Первого Крымского канала. Телефоны в студии для звонков. Стационарный телефон города Симферополя 24 90 96. Мобильный телефон плюс 7 978 400 264. Начинается новая рабочая неделя. Мы с вами входим в обычный режим. Мы каждый день будем встречаться в 17.30. И в телефонном режиме пытаться оценить ситуацию в различных аспектах и спытаться спрогнозировать развитие ситуации. Пока первый телезритель или радиослушатель дозванивается, я хочу остановиться на основных значимых событиях новостной ленты сегодняшнего дня. Во-первых, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об особенностях военного призыва в Республике Крым. И там есть важные три момента, связанные с тем, что от призыва освобождаются лица, которые бытность гражданами Украины уже отслужили, либо признанные были негодными к строевой службе. От призыва освобождаются лица, имеющие признанную в Российской Федерации ученую степень, а также люди, которые до момента получения российского гражданства были признаны беженцами. Это вот такие вот достаточно важные особенности. Главный смысл этого указа заключается в том, что Россия и Крым, возвращение Крыма в состав Российской Федерации идет во всех пластах общества, и воинская служба, воинская обязанность касается мужской части населения в такой же степени, как и остальных регионов или субъектов Федерации. Это достаточно значимая информация, и, в общем-то, на ней надо было остановиться. У нас есть первый звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, это Наталья. Дмитрий, как вы думаете, будут сейчас ремонтировать Северо-Крымский канал наши власти на территории Крыма? Потому что, если через год мы договоримся с Украиной, и вода пойдет, то опять 60% воды будет утекать зря. Спасибо. В общем-то, я родился в краю, который является, ну, как бы, началом всех растительных систем Юга Причерноморья. Я слышал о том, сейчас точно дословно не скажу о том, что вообще все, что связано с Северо-Крымским каналом и с растительной системой, сейчас начался проект именно о том, о чем вы говорите. И даже вооруженные силы со своими ресурсами, связанными с быстрой прокладкой магистральных трубопроводов, участвуют в этом проекте. Что касается Украины, которая блокирует Крым относительно воды, да, действительно, рано или поздно эта ситуация изменится, и растительная система северо-крымская заработает в полную мощность, в этом, в общем-то, сомнений нет. Весь вопрос, будет ли это в этом году или в следующем. Хочу остановиться, и есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас снимать. Алло, здравствуйте. Здрасте. У меня такой вопрос к вам, извините, что не по теме, но хотел бы задать вопрос. Лично ваше мнение, как специалиста, если вы понимаете, допустим, Курчинова, Аватова, Ляшка, там вот это, Партизаны или ДНР, ЛНР, вот дальнейшее развитие какое у вас будет? Если с этими лицами что случится? Ну, какие санкции там будут или еще что-то? Не понял вопроса. Вы назвали фамилии, что с ними случится? Я не понял вопрос. Повторите, пожалуйста. Ну, да, хорошо. Ну, вот, допустим, такая гипотетическая ситуация, там Партизаны Харьковские или ДНР, или НР. Так, берут в плен вот этих лиц. Какие дальнейшие примерно развития могут быть? Ну, кадровая колода в киевская, ну, американская, она достаточно небольшая. То, что с этими людьми ничего не происходит, на самом деле вы сейчас, ну, как бы закладываете матрицу. Вы озвучиваете то, о чем думают многие люди и на Донбассе, и на всей Украине. И все понимают, что персонали, которые осуществили государственный переворот, они во многом повинны в тех событиях, которые происходят на Украине. И, в общем-то, персональная их ответственность, фактически ваш вопрос о том, что изменится. По большому счету, изменения будут, они будут краткосрочные, в любом случае, кадровая колода, она хоть и небольшая, но она есть, но будут тут же заменены. Дело в том, что Украина находится под военной оккупацией Соединенных Штатов Америки. Собственно говоря, Украина в этом смысле не отличается ни от Польши, ни от Чехии, ни от стран Прибалтики. В данном случае она имела чуть больше суверенитета еще до государственного переворота, но, тем не менее, эта ситуация такая. Что изменится, гадать трудно. Все зависит от того, насколько лица, занимающие руководящие посты в вертикалях, прежде всего в силовых, будут зависимы от команд из посольства, и насколько вот вся система вертикали власти сумеет быстро перестроиться. Ну, там чудеса были перестройки в марте и феврале 2014 года, мы с вами видели. Они как по команде сразу же раз и повернулись, при этом нарушив Конституцию, нарушив Уголовный кодекс и развязав гражданскую войну. Но, тем не менее, та матрица, которую вы озвучили, она достаточно значимая. Я думаю, что рано или поздно что-то такое произойдет. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Алло, добрый вечер. Добрый. Дмитрий, очень хотелось бы спросить у вас. Вы знаете, мы смотрели украинское телевидение, и там выдают провокационный материал, что Путин подписал якобы указ о продолжении приватизации в России, а в Крыму приватизации. Так и не осуществляется. Вот хотелось бы узнать, можете действительно продолжить приватизацию в Крыму? Приватизация системных предприятий, либо приватизация... Ну, а что происходит? Жилья, жилья, жилья муниципального. Почему тормитится процесс именно в Крыму? Почему такое происходит? Ну, все, что связано с переоформлением, либо приватизацией, либо переоформлением документов, это связано, ну, прежде всего, с переходом на российскую систему, которая имеет ряд принципиальных отличий от украинской, и там, юридических всяких, и компьютерных, и базовых вот этих вот вещей, насколько я понимаю ситуацию, это вот требует определенного времени. То есть тормозиться тут нельзя сказать, что специально. Это, ну, не происходит так быстро, как хочется, потому что технически даже оформить все объекты собственности, оформить их в общегосударственных базах данных, это большой кусок работы, и она там осуществляется. Вообще, все, что происходит сейчас в Крыму, имеет там признаки того, чего не было никогда, и поэтому некоторые процессы, они бывают, ну, достаточно небыстрыми. Даже вот переоформление предприятия с большим штатным расписанием, вот представьте себе на минуточку, когда заканчивается переходный период, и начинается работа предприятия уже в русской юрисдикции, так вот даже уволить, там, например, 1500 человек, там, 28 февраля, и тут же принять на работу, там, 1 марта, это вот операция, любой отдел кадров скажет, что это, в принципе, невозможно сделать за один день. А полуостров с 2,5 миллиона населения, огромное количество жилья, огромное количество вот единиц объектов собственности, это тоже требует определенного времени. Я не думаю, что это искусственно тормозится. Хотя вопрос, понятно, что у вас там, наверное, за живое он держит, давайте мы его обсудим. Ну, я, во всяком случае, задам, проконсультируюсь, потому что не очень готов. Да, хочу сказать, что вопрос, который повторяется в каждом эфире, связанный с выплатами сбережений по вкладам в Сбербанки СССР, я задал этот вопрос нескольким юридическим службам. Есть законодательная база Российской Федерации, которая, законы Российской Федерации 95-го, 2013-х годов. Что касается Республики Крым и особенностей, вот я жду этих ответов, и пока что они еще там не поступили, так, чтобы не голословно говорить, а вот, опираясь на документы, я обязательно этот вопрос буду освещать в нашей программе. Возможно, даже завтра. У нас есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем. Нету звонка. Среди событий этого дня очень выделяется, очень значимым является указ главы Республики Донецкой Народной Республики, Захарченко Александра, который издал указ, он опубликован на сайте Вооруженных сил Министерства обороны Донецкой Народной Республики, о том, что до 4 апреля обязаны разоружиться все ополченцы, все вооруженные формирования, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики, которые не входят в состав Вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Таким образом, и в преамбуле, в обосновании этого указа четко описано, что в целях установления законности сокращения преступности вооруженного разбоя и так далее, приняты вот эти меры, и эти меры указывают на то, что всеми силами прокуратуры военных вооруженных сил и так далее будут применяться меры после 4 февраля, вплоть до ликвидации людей, которые не подчинились этому указу. По большому счету, это вызвало определенный, знаете, резонанс в обществе, и не только в самой ДНР, но и в России, и даже на Украине это комментируют, это вызвано тем, что Донецкая Народная Республика продолжает строительство государственности, продолжает строительство вооруженных сил, и неподчиненные вооруженным властям ДНР люди, которые находятся, ну, имеют на руках огнестрельное оружие, а как мы знаем, винтовка рождает власть, либо желание воспользоваться властью, а это разбой, насилие, грабеж и так далее, эти люди будут считаться военными преступниками, и они будут ликвидироваться на месте по законам военного времени. И это достаточно важный этап государственного строительства, то есть вот эта вольница, Махновщина, которая во многом царила на протяжении прошлого года на территории Новороссии, она прекращает свое существование, и остались небольшие усилия для того, чтобы, в общем-то, начать наводить порядок, решать вопросы наведения порядка на территории, решать вопросы с валютным регулированием, с переходом в рублевую зону и так далее, и так далее, чтобы население Донецкой и Луганской народных республик наконец-то начало чувствовать, ну, хоть какой-то порядок. Есть звонок в студии, добрый вечер, слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я живу около привоза, и все машины, которые приезжают, завозят продукты, они все с украинскими номерами. За малыми случаями, там, наверное, сотая, одна из сотни машин привозит. Я почему беспокоюсь, что в интернете информация, что даже прохладительные напитки и пиво, которые привозят в Украину на территории России, содержат либо ядохимикаты, либо битое стекло и прочее. Мы ждем и ищем сюрпризы от наших украинских соседей. Кто-то контролирует вообще эту тему? Контролирует. Во-первых, на въезде на территорию Российской Федерации есть контроль. Во-вторых, ну, нужно понимать ситуацию двояко. Смотрите, вообще исторически, даже после кучука энергийского мира, да, с 1808 года, когда крымские курорты стали котироваться при дворе, по большому счету, все снабжение продовольствием, оно шло через перешейок, через пролив в разы, в десятки раз меньше. И это, ну, это реалии. Это первое. Второе. Как я понимаю ситуацию? Любые провокации, которые теоретически возможны и которые подогреваются в средствах массовой информации, они прежде всего направлены вот на что. Все, что происходит на территории Украины, это исторически, стравливание разных частей украинского народа. Он, конечно, тоже многонациональный и неоднородный по конфессиям и по языку. Но люди, которые планировали, планировщики этого конфликта, а конфликт у нас на сегодняшний день до 75 тысяч убитыми и ранеными. Потери украинского народа. И вот эта компания, которая рассказывает о том, что в пиве, в соках и так далее могут возникнуть какие-то диверсионные вещи, по большому счету, это истине на 99% не соответствует. Но это может разжигать рознь, может разжигать ненависть и, собственно говоря, являться топливом этой войны, которая, в принципе, при желании может длиться десятилетиями, как это происходит на Ближнем Востоке, как это между Индией и Пакистаном и так далее, и так далее. То есть относиться к этой информации нужно взвешенно. Нужно понимать, что кроме украинцев разных, кроме восточных украинцев юго-востока Украины, кроме крымчан, здесь есть еще игроки, которые себя не являют, которые, собственно говоря, заказывают музыку по разжиганию ненависти. И даже если начинаются перемирия, и люди, просто не хотя воевать, начинают между собой договариваться, то такие вбросы, они, в общем-то, играют на войну. Мы с вами люди мирные, мы являемся источником государственности всей Руси, и мы должны к этому относиться взвешенно и спокойно. То есть рассказывать о том, что украинцы настолько, в общем-то, ненавистные, и они вот желают смерти всем крымчанам, это как бы в отдельных органах спецслужб западных как бы да, но в целом нет. Вот я думаю, что вот так. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Здрасте. Я хотела поблагодарить вас за очень грамотную, корректную передачу, и учитывая то, что вы высокий профессионал, и, конечно, так сказать, корректно освещать всю тему я бы хотела. Я понимаю. А в теме тех, кто живет в Крыму, как говорится, родился, вырос, детей родил, теперь внуков воспитывает. Еще раз вернуться к тематике, которую поднимают люди вам, и вы, я говорю, корректно очень это отвечаете. Вы вот сейчас конкретно говорили об украинцах, об украинцах. У нас есть Крымско-канал, который сейчас, уже который день, преподносит себя с такой фишкой «Не убивайте АТС». Так вот, я считаю, что они сами себя убивают, и убивать начали тогда, когда вот так же, как и украинцы, увидели во всех переменах в Крыму что-то такое, что неприемлемо и, наоборот, вредит крымчанам. Я считаю, что если бы, вот по прошлой передаче люди вам звонят, и вы, я говорю, вы очень корректно на это реагируете, вы вынуждены это делать, то если бы спросили жителей просто Крыма, которые тоже крымчане и имеют такие же права на эту землю, то зачем сеять обиду, вспоминать старое, сеять розу, и на этом строить все свои программы, все свои передачи? Ведь, в принципе, уже в народе говорят как. Если хочешь узнать что-то самое плохое, что где, посмотри АТС, и все, что где-то есть у нас плохое, будет там, в большой концентрации. То есть я считаю, что если мы не будем об этом говорить, если мы не донесем эту мысль, мы говорим, что у меня очень много знакомых крымских пациентов, они хорошие люди, есть очень много умных, как говорится, интеллектуально развитых людей, есть просто рабочие такие профессии, которые они хорошо выполняют, но вот это вот испокон века, вкладываемое в них, что вот они пострадавшие. Вы знаете, вот у нас, у меня дочь, она молодая еще, наверное, мама, такое впечатление, что они рождаются с мыслью, что их обидели. По-моему, они своим детям вкладывают изначально, что вот эта обида, эта несправедливость, и врастить на этом детей, это в первую очередь, ну, портить жизнь себе и своим окружающим. Еще был такой момент, я не знаю, можно ли об этом сказать по телевизору, но я скажу. Я хотела бы, помните, когда они стояли вдоль дорог, с плакатами, это было очень некорректно, наверное, может быть за еду, может быть за что-то, но я никогда не забуду девочку в розовом пуховичке, которая держала плакат девочке лет пять, Путин какашка. Вот мне интересно, как ее мама сейчас получает пособие, как эта девочка будет учиться в школе, ее там братики, сестрички. Я считаю, что они сами себя очень сильно вводят, и никто их не убивает, и я думаю, что больший процент крымских татар, но это смотрит объективно. Спасибо. Ну, вы по факту сами-то ответили на свой вопрос. В общем-то, это не вопрос, эмоциональная такая реплика. Крымско-татарский народ достаточно большой и разнородный, и там разные взгляды на разные там вещи. Что касается канала, я уже там в прошлый раз об этом высказался, я думаю, что вообще значение СМИ, СМИ это то, что очень много, ну, сразу видно, очень шумно и очень сразу занимает пространство. И значение СМИ в этом смысле переоценить очень сложно. Получается, что группа людей, которые контролируют средства массовой информации, они как бы задают тон отношения к целому народу. Это неправильно. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что с управленческой точки зрения быстро некоторые вещи не делаются. Они делаются потихонечку, по шажочку и так далее, и так далее. Это как в семье, знаете, когда подросток достаточно энергичный, там харизматичный, отбивается от рук и никого ни во что не ставит, и начинает в семье себя вести там вызывающе и так далее. То есть здесь есть два сценария, да? Ну, задавить авторитетом старших там или авторитетом, ну, других членов семьи. Либо, ну, вести работу, которая может растянуться на несколько лет, но при этом она приведет к тому, что когда там исполнится там совместной жизни там 20 с чем-то там лет, то при этом семья станет еще и крепче, потому что там познали друг друга в беде. Я сторонник того, чтобы в Крыму было несколько крымско-татарских каналов, которые бы выражали не только позицию, связанную с разрушением. Ну, знаете, люди делятся на две категории. Те, которые разрушители, даже управленцы есть такие. Те, которые разрушители, и те, которые созидатели. И вот я думаю, что как только появятся средства массовой информации, созидающие, которые строят нормальные отношения, я думаю, вообще проблема сама собой, ну, как сразу поделится на двое, а потом вообще растворится. То есть я понимаю, что это на уровне эмоций, эмоций первого уровня, это может быть больно, вызывает вопросы, вызывает возмущение, желание сделать какую-то быструю реакцию, ответную. Вот, собственно говоря, планировщики межнациональных конфликтов, они на это, собственно говоря, и рассчитывают. Знаете, там первая эмоциональная реакция. А если мы сами являемся планировщиками, в свою очередь, и мы планируем другую игру, другие сценарии, то и планы наши должны быть соответственными. То есть ключевое слово во всем этом разговоре – это старшие. Старшие родов, старшие народов, патриархи, люди, которые пользуются авторитетами. Вот они должны между собой этот вопрос решить. А что касается непосредственно менеджеров там или ведущих разных каналов, то их тоже нужно вытягивать на диалог, поскольку вот эта ситуация, она становится какой-то, знаете, такой через третьи руки. Кто-то увидел, кто-то пересказал. Вот люди должны вот открыто обсудить эту ситуацию и, собственно говоря, выработать какие-то там общие принципы нашего общежития семейного. А поскольку многонациональный народ Крыма – это семья со соответствующей этикой, то это все нужно обсуждать. Поэтому я не сторонник того, чтобы эти темы не поднимать. Но если, например, какие-то действия подпадают под уголовное законодательство или административное, то кроме озвучивания нужно и писать. Нужно писать заявления, обращения, нужно обращать внимание контролирующих органов на отдельные факты, если они подпадают под что-то. Но с другой стороны, отношения в семье нужно выстраивать с расчетом на длительную перспективу и вот стараться вот эти эмоции первого уровня гасить. Мое такое мнение. У нас есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Я звоню из Свеодосии. Здрасте. Алло. Да, да, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, зачем нам оставили в Крыму украинские паспорта? Это первый вопрос. И второй. Украина визовый режим объявила, касается это Крыма или нет? Спасибо. Поскольку ситуация с Крымом, связанная с переходом, с документооборотом, с юрисдикцией, с санкциями международными, достаточно сложная, и там возникает огромное количество различных сценариев, связанными с гуманитарными вопросами при пересечении границы, я так понимаю, что украинские паспорта никто не изымал, прежде всего из-за этого. Что касается второго части вашего вопроса, не готов, не знаю. Знаю только то, что на Украине прошла такая информация, лица, получившие российские паспорта, они все как бы, ну, кто-то либо слил эту информацию, либо каким-то другими способами, и люди, которые прописаны на самой Украине, они пересекают границу, в общем-то, там более-менее спокойно, а люди, которые прописаны в Крыму, некоторых на границе останавливают и даже что-то там предъявляют. Поэтому, ну, это тоже вот информация от людей, которые пересекли границу, не готов. Еще один звонок в студии. Добрый вечер. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Крым, Гурзуф, Светлана. Димочка, это у меня такой вопрос. Почему у нас антимонопольная комиссия в Гурзуфе? Ну, складывается впечатление, что не работает. Спасибо. Да. Вообще, на самом деле, хочу сказать, что в последние недели три, наверное, количество обращений граждан и в эфире, и по там электронной почте, и по звонкам, связанные с действиями властей на местах, с действиями, там, вот сейчас я передавал информацию по одному садоводческому обществу с захватом земли и так далее, и так далее. Количество вопросов, ну, стало на порядок больше. То есть, вот, прошло сообщение о том, что глава УФСБ по Республике Крым и по городу Севастополь, когда он заявлял о том, что СБУ разрабатывает целую программу по дискредитации власти в Крыму, для того, чтобы здесь как бы подорвать мир, такое чувство, что вот эта программа каким-то образом стала работать. И при этом это не связано, понятное дело, только с СБУ, это связано и с людьми на местах. Я не готов ответить непосредственно по вашему вопросу сейчас, ну, просто потому, что не знаю, но в любом случае, еще раз хочу напомнить, что любые действия, любые события, которые подпадают под юрисдикцию Федеральной службы безопасности, органов Министерства внутренних дел, во всех офисах существует целый режим, связанный с обращениями граждан, с тем, чтобы написать заявление, которое будет рассмотрено в положенный срок, и если ответ не будет дан, это сразу по российскому законодательству влечет за собой кучу юридических последствий, вплоть до штрафования и взимания штрафов из федерального бюджета в пользу лица гражданского обратившегося и целый ряд юридических последствий. Наша проблема в переходный период заключается в юридической, конечно, неграмотности, мы еще всего не знаем, и в этом смысле мы будем делать ряд программ, обучающих, информирующих относительно того, что можно сделать гражданину на земле для того, чтобы решить свои вопросы с органами государственной власти. Вот я пока так этим ограничусь. Давайте подытожим, уже времени говорят мало, да. В эфире была информационная война. К вопросу о Сбербанке СССР мы вернемся буквально завтра или послезавтра, я жду ответы. И вопросы, связанные с мест, о взаимодействии с органами власти, мы тоже будем освещать. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Информационная война. Информационная война. На Радио Крым.